всем привет сегодня я расскажу как я переделывал свой компрессор фирмы kenzo а точнее то что мне от него досталось с использованием головки от тормозов zil вот эта головка она автомобиля зил применяется для накачки пневмотормозов так также такие головки можно использовать как от маза и от других грузовых автомобилей которые используют соответственно газовые тормоза что же было сделано наверное стоит начать с того в каком виде мне достался данный агрегат достался он мне в виде на вот такой вот бочки без колесиков не было на нем головки присостата отключения ни манометров ничего был вот такой вот маленький пиптык выходящий из баллона скажу сразу переваренный непонятный и слава богу остался мотор и и вот это вот основа на которой он стоит к слову мотор оказался поджаренным наверное это послужило причиной полной разокомплектации данного агрегата мотор был мной отдан в перемотку для скептиков которые скажут что мотору не после этого долго не служит скажу что данный агрегат уже отработал больше года и как бы все нормально ну собственно перейдем к самой конструкции на чем сначала двигатель здесь стоит полтора киловатта синхронник о 220 вольт под крышкой здесь у нас стоит конденсатор и я еще сделал для эксперимента здесь переключатель направления вращения электродвигателя то есть там перекидывается контакт конденсатора с одной обмотки на другую соответственно по шкивам здесь шкив остался родной один и второй этот большой шкив он тоже родной второй большой шкив он с лопастями для обдува это не может не радовать потому что головка все-таки нагревается достаточно сильно в родном исполнении она имела водяной охоте охлаждение пришлось здесь передачи гайку для того чтобы она села на родной вал головки компрессора головочка теперь по деньги ситуация была такая что я собирался покупать полностью восстановить покупать родную головку но как оказалось во первых головки фирмы кинзо не достать для деталей к нему не достать а если менять головку на масляную то цена такой головки будет приближаться к новому агрегату данную головку я купил за 300 гривен 300 гривен это что-то около 12 долларов и 15 долларов на сегодняшний момент 12 все таки но неважно не суть и вот она успешно была перебрана мною поменены кольца на ней и она служит так впускному отверстию для воздуха головки стоит здесь вот такой вот фильтр от противогазом самой грубой очистки какой нашел просто против пыли сделана она съемная здесь вот сделана через пластину через кусок трубки короче говоря куску трубки с резьбой приварена плоская пластина которая шурупами прикручена к вот этой вот пластмасски в которую вставляется фильтры для противогаза у меня был старый маска противогаза я успешно ее разобрал таким вот образом сделал здесь у меня впускное выпускное отверстие для охлаждения водой когда большие объемы я крашу например у я недавно красил кровлю 300 метров квадратных за три захода грунтовкой два слоя краски приходилось все таки охлаждать голову не справлялся этот вентилятор но если вам надо небольшие объемы покрасить буквально там какой-то небольшой там деталь или что-либо еще то она вполне справляется без водяного охлаждения идем дальше там два поршня внутри здесь вал и новая вал в масле у нас как выполнена масляная система ну я немножко скажем так перемудрил здесь масляной системой объясню почему изначально в данном агрегате подразумевалось что но для тех кто сильно с машинами не дружит как я допустим я не автомобилист мне пришлось читать и курить дата шиты грубо говоря масляный насос в машине прогоняет масло через вот это отпускное отверстие и далее но идет самотеком выходит через поддон в поддоне там сеточка тем самым как бы охлаждается поддон мне не достался от этого агрегата я вот приспособил вот такую вот пластину десяточку соответственно циркуляция масла у меня нет здесь была удалена шайба и обратный клапан с пружиной в этом месте это как бы часть была удалена за ненадобностью что было еще сделано ну немножко много дырок я настрелил но не суть это кстати для выпуска воздуха внизу сделана была такая гайка для слива отработанного масла кстати маслом надо менять он ведь икону темная двигатель прошел обкатку после не двигатель точнее головка пошла обкатку после замены колец на следующий номер снизу сделан был такой вот штуцер вот здесь вот тоже был штуцерочек такой сделан как это было сделано просто была просверлена дырка кстати корпус из чумуна нарезанная резьба потом взята была медная трубка на трубке нарезана резьба и просто вкручена из-за контргайнина за контргайнина и вот она видно до поворот трубки идет и одевается вот такие вот силиконовые трубочки зачем эти силиконовые трубки когда у вас давление в головке повышается то происходит очень одна неприятная вещь она начинает немножко проникать это давление в вот этот блок там где масло и начинает переедет соответственно масло через те дыры продавливая даже прокладку поэтому приходится ну соответственно там спенивается и чтобы масло в процессе спенивания мы это увидим выходило пришлось сделать эти отверстия одно внизу в пандоне там где чтобы видеть уровень масла вот это это отверстие было просто оставлено а это чтобы выходил воздух чтобы не выдавливало сразу все масло оттуда все это выходит вот в такую баночку она же у меня и заливная внутри баночки у меня взята обычная сеточка для посуды и туда как бы скажем вставлено для того чтобы брызг не было потому что рыкает выплевывает вот и все остальное еще один момент что я сделал на низ вот сюда вот где входят гаечки да мне и точнее входят эти вот медные скажем так их штатурочки я туда вставил магнитики ну а неодимовый то есть если вдруг какая-то стружечка у меня с маслом поднимается она тут же остается на неодневом магните здесь крепление сделано к пластику также то есть медный медная трубка с нарезанной резьбой и две гаечка сверху снизу и там все фу-мачка замотана все окей крепление этой бутылки сделал очень просто просто изолентой да немножко мешается можно было конечно цивильнее сделать ну все и так работает уголочек болтик прямо к голове и изолента так идем дальше по пути воздуха выход воздуха сделан вот на такой вот обычном на водопроводном переходнике это переходник под шлангом здесь была накручена кусок трубы с двойной резьбой одна резьба пошла в головку 2 выходит на вот этот переходничок сюда в этот переходник было впаяно вот такой вот и змеевик из медной трубочки трубка по моему десятка или двенадцатка это сделано для того чтобы воздух который выходит из компрессорной головки все-таки обдувался охлаждался вот этим вот вентилятором потому что достаточно высокая температура выходит далее у меня просто стоят пластиковые фильтры я боялся что как бы этот воздух подплавит их подторговался с одной стороны здесь закреплено соответственно на пайку а снизу у меня она ни на чем не держится вот такой кусок шланги высокого давления и таким же макаром через переходник впаянный заходят вот на такие вот советские фильтры два фильтра поставлены одним за одним на такой вот пластинки которая прикручена к корпусу вот это вот или швеллеру ну тому на котором стоит собственно база и мотор на компрессор у меня вот на таких вот гаечках проставочках стоит по той причине что как бы вот этот шкив если его ниже опустить то он упирался в бачок пришлось приподнять немножко тут можно было конечно амортизаторы вставить но не сделал далее резиновая трубка и выходим на обратный клапан обратный клапан сделан как бы выход был родной обратный клапан я ставил новый покупал и соответственно новый присостат поставил и редукторы также я сделал отвод это позволяло то чудо которое тут стояла на бачке сделать прямой отвод это для пескоструйного аппарата чтобы сразу воздух шел с бака ну что подключим посмотрим как быстро набирается давление а также и 0 а Продолжение следует... Ну, собственно, вот 50 литров накачало, грубо говоря, за 3 минуты. Ровно 3 минуты 50 литров воздуха. Вот такая вот производительность данного агрегата. Скажу, что при достижении почти 8 атмосфер моторчик уже начинает не справляться. Нормально его мощности хватает где-то до 6-6,5. То есть при выделительной работе, конечно, желательно бы сюда 1,2 кВт поставить. Дело в том, что сама головка в паспорте написано, что она как бы 2-киловаттная. То есть это мощность ее. А движочек 1,5 все-таки немножко не справляется. Ну и как видим, я отсечку сделал на 7 атмосферах. До 8 я не стал поднимать. Потому что, все-таки я же повторюсь, это из-за движка. То есть, чтобы движок не перегревался, отсечку я сделал на 7 атмосферах. Мне, в принципе, хватает. То есть, лучше он пусть чаще включается, чем все-таки перегружается. Даже уже там после 6,5 мы слышали, он уже немножечко с надрывом работает. Так что, если будете делать, если есть возможность, все-таки замените на более мощный двигатель. Есть идея, конечно, вот у меня вот такой вот движочек. В дальнейшем на него, наверное, скорее перегну, 2,2 киловатта. Но будем смотреть. Всем спасибо. Ставьте свои отзывы, свои рекомендации. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.